Башмачок Спиридона Тремифонского Как рассказать ребенку о Великом Посте? Ответы в рубрике «Народный вопрос». Он будет сиять на границе с Китаем. Глава митрополия светил крест строящегося храма села Казакевичево. Отсюда до границы рукой подать. На другом берегу реки видна площадь солнца иностранного государства. На нашей стороне должны засиять купола церкви в честь Казанской иконы Божьей Матери. Ее дальневосточники отстраивают заново на месте разрушенной большевиками. У нас замечательное и знаменательное событие. Мы осветили крест, который будет здесь стоять. И уже никто не пройдет ни враг видимый, ни невидимый. Поэтому силой этого креста всегда стояла Россия. А вы подрастающие здесь много поколений, да? Вот знаете, где наша сила? А сила наша в вере православной. Русь, храни веру православную, не жителю утверждения. Так было, так будет всегда. Храни Господь всех. Церковь, что стояла на этом месте, построили казаки-переселенцы сто лет назад. Когда в годы Гражданской войны ее разрушили, одному благочестивому человеку удалось спасти казанскую икону Божьей Матери. Сейчас старинный образ покровительницы дальневосточных рубежей находится в музее села Казакевичева. После окончания строительства он займет почетное место в храме. Книги, которые меняют жизнь. Под таким названием в краевой столице открылась православная выставка-форум. Она является совместным делом Хабаровской епархии и Дальневосточной научной библиотеки. В павильонах последней представлены старинные, а также современные издания. Гости могут найти богослужебную литературу, популярные рассказы из серии «Несвятые святые» и даже христианское фэнтези. Все их объединяет одно – это желание, чтобы человек все-таки в столбку идти в духовном восхождении. И, наверное, никакая другая книга, хотя, конечно, очень полезно читать и классику, читать и исторические материалы, потому что они в себе тоже внесут очень положительный и нравственный, и исторический момент, и образовательный момент. Но все-таки духовная литература, она открывает человеку возможность войти в жизнь вечную. Это очень важно. То есть понять, что он создан по угрузе, по подобию Божьему, и что он предназначен не только для этой земной жизни, но по достойному прохождению этой земной жизни этот человек удостанется еще и в жизни вечной. Эти книги не только просвещают ум и очищают душу, они еще и прекрасно исполнены, если вы заметили. Дело в том, я хочу выразить комплимент издательства Русской Православной Церкви, что с каждым годом их книги становятся все более привлекательными и в полиграфическом смысле. На выставках обращений смогут не только познакомиться с православными изданиями. В научной библиотеке пройдут кинолектории. Для юных дальневосточников будет представлена песочная анимация «Сказочные истории с киселем». В рамках форума состоится также акция «Подари книгу детям». Она предназначена для сирот, в том числе социальных. Православная книга – это не только Библия, молитва слов или жития святых, но и русская классика и огромное количество современной литературы. Русская литература родом из Евангелия. Поэтому любой литературный источник классического периода золотого нашего XIX века, серебряного века, обязательно найдем упоминание о душе, о вере, о принципах духовной жизни. Потому что русский народ, он изначально был конфессиональным. Первые слова, написанные на славянском языке, были начальными словами Евангелия. «Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог», написанные святыми равнопостольными Кириллом и Мефодием. В этом издании наших дней их можно прочитать на 70 языках, в том числе на одном из восьми языков коренных народов Дальнего Востока – Эвенкейском. Первая печатная книга – это была книга «Апостол», которая появилась в 1564 году, 14 марта. Это была книга тоже богослужебная, была «Апостол». Поэтому православная книга – это в первую очередь русская книга. Книга, которая дала начало русской литературе, русскому печатному изданию. В этом году отмечается 500 лет со дня рождения первопечатника Ивана Федорова. А день выхода в свет первой русской печатной книги стал праздником. Уже 10 лет с 2010 года русская православная церковь официально отмечает День православной книги, 14 марта. Православная книга – это пища, ответы на вопросы, разговор человека с Богом. Для меня это так. Сегодня я начала вот такую литературу, Дневник православного священника, день за день. Посоветовали работники церкви чтение для себя на каждый день. Художественное направление в православной литературе сегодня постоянно увеличивается. Это самое перспективное литературное направление в православии. Вот вам, пожалуйста, Николай Лесков. Запечатленный ангел, вообще великолепная какая. Катакомба пояса первых христианов. Может, фильм смотрел топ. Вот, пожалуйста, Александр Сегин, нужно взять, почитать в таком формате. Есть стихи даже у нас очень красивые. Вот, про три Николая Германские возвращения. Очень много людей находится сейчас на пути во церковление, и очень много детей. Поэтому им необходима литература, которая дает истины и заповеди христианства в такой форме, какой человек привык читать в миру. Наталья Сухинина, она журналист, причем профессионал великолепный. Но она очень православный человек. То есть у нее вот эта книга, например, вот какого цвета були у нас одна, просто она осталась уже, все, опять ни одной книги нет. Здесь воспоминания очевидцев, самое главное, и особый акцент, какая патриотическая была настроенность духовная тех, кто воевал, и священство. То есть вот эта духовная составляющая, если бы ее не было, и победы бы не было. Уроки отца, Георгия Анисимова, берут мужчины лет 30-40. Терновый венец болезни, протерея Михаила Овчинникова, люди и в болезни, и в здравии. Ведь книга эта учит, как предупредить причину, чтобы не было следствия. Прочитав, приходят и благодарят. Книгу протерея Валентина Бирюкова «На земле мы только учимся жить» спрашивают постоянно. Это, конечно, художественная литература в смысле нашем, да, понимание. Но действительно, вот эта книжка тоже, мы уже не знаем, сколько уже ее десятков, она расходится. Кто-то почитал, приходит, берет кому-то. И одна женщина сказала, я эту книжку даю читать только тем, которые мне вернут. Потому что я не хочу, чтобы она потерялась. Детская православная литература – это основание, на котором ребенок будет строить свою духовную жизнь. Это ступеньки, по которым он будет подниматься ко Христу. Рассказы старца Паисия, чудотворцы Святой Руси, русские боголюбцы. Каждая книга, как жемчужина. В школе, вот в пятом классе, вот это все проходит. Как раз вот по этой книге можно великолепно ребенка подготовить по этим историческим всем вопросам. Александр Худушин – это уже писатель, проверенный на частейше такая литератно-духовная пища для детей, для взрослых, конечно, и для бабушек в том числе. Православная книга настраивает на спасение души и показывает пути духовного совершенствования. Она – путеводитель к воскресению и помощник в преодолении этого пути. Более чем 30 дальневосточницам помог антикризисный центр для женщин. Проект «Ни одна» запустила Ховаровская краевая общественная организация «Милосердие». В уютном помещении получают приют нынешние и будущие мамы. Почему организаторы сравнивают его с родительским домом? Три года будет в марте. Анастасия находится здесь с тремя детьми. Младшему Максиму всего месяц. Эта комната в антикризисном центре стала его первым домом. В декабре мама пришла сюда беременной. С мужем случилась беда, и женщина оказалась без крыши над головой. Попала я сюда, потому что в трудную ситуацию у меня жизненную. Нас дедушка не принял в свою семью. Сказал, что нельзя у него дома находиться. Сначала были у подружек жили. Потом мне посоветовали обратиться сюда, что есть такой центр. Анастасия вместе с сыновьями здесь завтракает, обедает и ужинает. Ее одевают, а детей обеспечивают не только вещами, но и памперсами, смесями. Общаются со мной, поддерживают меня, потому что до некоторого времени я не могла в себя прийти, потому что никому не помочь было. А потом у меня уже все стало хорошо. Я уже смирилась уже со всем, потому что я одна и должна дальше жить. Потому что я со всем справлюсь. Анастасия не единственная, кому дали приют в этом доме. Центр рассчитан на пребывание 21 человека, включая детей. Женщинам помогают не только материально. С ними работает социальный работник, терапевт, педиатр. По желанию мамы могут пообщаться со священнослужителем. Кстати, на первом этаже здания есть домовый храм, где совершаются богослужения. Дальневосточницы попадают в кризисный центр по разным причинам. Кто-то спасается от кухонных боксеров, кому-то и вовсе некуда идти. Очень много, большой процент детдомовских девочек, которым просто вот, ну у них нет жилья, никогда не было. Они начинают жить с какими-нибудь мужчинами, которые, конечно же, их в итоге оставляют на улице беременными, либо с детьми. Большой процент именно таких. Что же касается Анастасии, то женщина решила получить здесь еще одну профессию. К своему образованию штукатура маляра она намерена добавить квалификацию пекаря. На последнего теперь можно выучиться тут же, в общественной организации «Милосердие». А еще Анастасия подружилась с соседкой по антикризисному центру. Решили вместе снять квартиру. Будут работать и по очереди сидеть с детьми. Это мое утешение, то, что у меня дети есть. То, что я очень рада, то, что они рядом со мной. Если бы не было их, я не знаю, наверное, что было. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Здравствуйте, уважаемые телезрители. Приветствую вас на рубрике «Народный вопрос». И хотели бы ответить на те вопросы, которые вы нам прислали в сегодняшнюю передачу. Здравствуйте, батюшка. Можно вопрос, а как маленькому ребенку поститься и можно ли это делать? Мы можем соблюдать вопросы в зависимости от того, насколько человек приобщен к церковной жизни. Если человек рожден в православной церкви, если он крещен в самом момент рождения, я думаю, можно поститься так же, как и взрослая. А если его крестили в не церковной семье, которая только воцерковляется, приходит в храм, соответственно, надо посоветоваться с священнослужителями ближайшего храма, рядом с которым вы живете, обратиться туда. Потому что в зависимости от здоровья, возможности, силы, от церковления, священник уже посоветовал вам тот пост, который будет вам необходим. В православных семьях есть традиция, что даже во время беременности постятся женщины, кто воцерковленные, кто живут в церковной культуре, рождены и общаются к ей. Те, кто не является пока клубковерующими людьми, кто не часто ходит в храм, здесь, соответственно, нужен какой-то особенный такой разделенный подход определенный для каждого человека. Ну, если человек ни разу не постелся, конечно, нужно начать постепенно, всегда. Особые дни, сугубо, которые отмечает церковь Великим постом, это среда, пятница, особо строгие дни. Конечно, воскресный день, как воспоминание о воскресении Господа Иисуса Христа, поэтому вот в эти дни, в среду, в пятницу можно особо попоститься и в воскресенье прийти в храм, поучаствовать в богослужении, субботу вечером, а воскресенье с утра. Здравствуйте, батюшка. Подскажите, как рассказать ребенку о Великом посте? Мне кажется, ребенок легче всего поймет понятие поста. Почему? Потому что у ребенка очень много ограничений. Мы перед ним ставим, что нельзя допоздна, скажем, смотреть телевизор. Нельзя скромограться со взрослыми, когда взрослые разговаривают о серьезных вопросах. То есть мы перед ребенком ставим очень много ограничений. Поэтому для ребенка ограничение в пище является таким же естественным, как все остальное. Поэтому, указав ребенку на то, что пост является необходимым условием для того, чтобы угодить Богу, ребенок в этом участвует. Можно сделать это в виде игры. Очень был бы хороший момент, что дети живут игрой. Но обязательно, конечно, участие родителей. Потому что если родители не постятся, то ребенку будет, конечно, объяснить очень тяжело. А если постятся родители, то ребенок даже не замечает разницы между пищей постной и непостной. Но для ребенка гораздо важнее и значимы другие вещи. Это игра, это участие родителей в его жизни, участие каких-то интересных моментов, такой тепла, заботы, любви, которые гораздо больше ребенок ценят, чем пища. Но если мы вспомним наше босоногое детство, то для нас пища вообще не играла никакого значения. Для нас была задача что-нибудь схватить со стола и убежать на улицу. Я думаю, в этом отношении для ребенка пища не является главной составляющей. Еще для взрослого это уже сложнее, потому что взрослый привыкает к определенному образу жизни, привлекает к какому-то темпу жизни, к качеству пищи. Для детей это не имеет никакого значения. Здравствуйте, батюшка. Скажите, пожалуйста, стоит ли будет ребенка, если он уснул во время службы? Могу рассказать одну историю, которая была у нас в одном из храмов Хабаровского края. Во время того, как совершалось богослужение, пивчие привели своего ребенка маленького. И он под громкое пение церковного хора спокойно спал так, будто в храме ни одного человека. Вообще для ребенка, если обратить внимание, для него церковь является естественной средой. Он себя чувствует здесь очень уверенно, как дома. Если человек не воцерковлен, или семья не воцерковлена, бывают такие моменты, что нужно в какой-то период, чтобы ребенок адаптировался, и здесь он себя чувствует очень хорошо. Если он здесь спит, если что-то ему интересное, у нас много книг, из каких-то вещей, я думаю, для этого такое пространство церковное для него интересно, конечно, в рамках определенного поведения, которое установлено в храме самостоятелем, или церковным уставом. Поэтому здесь будить его не надо. У нас даже были такие случаи, когда ребенка приносили на причащий аспящий. И ребенок во время сна открывал рот, причащался, и продолжал дальше спать. Такие вот удивительные случаи, потому что дети – это вообще такой особый мир, особая атмосфера, которая создается вокруг них. Поэтому я думаю, что здесь надо, конечно, каждому родителю быть очень мудрым. Ну и, конечно, думаю, всегда требуется совета священнослужителей в этом отношении, каким образом поступить, потому что каждый храм – это определенный все-таки свой мир. Есть общий устав церковный, но все равно традиции какие-то храмово всегда надо учитывать. Мы желаем вам помощи в проведении этого поста, чтобы мы все стяжали дарование Духа Святого, ради чего мы подвязаемся. Святые отцы в прославной церкви говорят о том, что любой целью нашей деятельности должно быть стяжание плодов. Если нет плодов нашей деятельности, тогда смысла нет продолжать какое-либо дело. Поэтому мы желаем вам, чтобы этот пост даровал вам возможности приобщиться к плодам Духа Святого и с радостью встретить Пасху. Мы ждем ваших вопросов в нашу рубрику. Духа Святого и с радостью встретиться к плодам Духа Святого и с радостью встретиться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова